За все это время я понял одну вещь, не стоит делать никаких обещаний. И хоть я про это рассказывал уже на канале, но на практике все сложней. И прежде чем мы перейдем к сути, вот два победителя, каждый из которых получил по сотке. Если ты хочешь так же, то ставь лайк ролику и напиши любой комментарий. Итоги будут в следующем ролике. А теперь поговорим про суть, а именно про РП Фому, и почему ее скорее всего не будет. Начнем издалека, как я и люблю. Самперов грубо принято делить на два типа, это гетовец и госник. Я понимаю, что это очень грубо, и мир не делится лишь на белое и черное. Но при такой формулировке, где ты либо госник, либо гетовец, я скорее госник. Как правило, это более спокойные люди. И понятное дело, что есть исключения, даже много исключений. Как очень адекватные гетовцы, которых я знаю, так и госники, которые полные идиоты. Но если брать устои сампа, то принято считать, что люди из госок более адекватные. Только не считайте за эти слова меня, гетовцам. Хотя бывали времена, когда я и грубей в сторону комьюнити гетовы сказывался. Но да ладно, к чему я веду? Хоть я и считаю себя госником, но был я во всех фракциях. Как на восьмерке в гетто, так и в ФБР. Опыта понемногу есть отовсюду. И в какой-то период времени мне захотелось создать что-то свое. За все это время, что мне хотелось создавать что-то свое, было создано три неофициальных фракции. Это мафия, байкеры и стритрейсеры. Когда я вернулся на Амбер, мною было сказано, что в будущем я хочу сделать еще одну неовку. Я планирую сделать РПФ Аму, но это будет после 14 июня как минимум. И у некоторых эти заявления подогрели интерес. Они ждали, ждали и ждали. Но никакой инфы от меня об этом не было. Ну что ж, пора расставить все точки и рассказать все, что я думаю на этот счет. Но как же не упомянуть про то, что если ты еще не начинал играть на Амбере, но хочешь попробовать, я помогу тебе в этом. Регистрируйся на сервере, вводя мой промокод Бургон, ищи его в описании. При вводе промокода делай скрин. Второй скрин делай сразу после регистрации, прописав слэш статс. После чего качай свой аккаунт до пятого левела. С промокодом это будет в два раза быстрее, так как он даст тебе в первые пять дней удвоенные зарплаты и очки опыта. Делай скрин статистики на пятом левеле и пиши мне вконтакте, после чего я переведу тебе 20 тысяч баксов. К сожалению, бывает так, что твои идеи не соответствуют реальности. Например, я хотел сделать секту, но секта была бы только предлогом. На самом деле, мы были бы нелегалами и занимались скрытым криминалом. Но эта идея по итогу показалась мне плохой. Я могу с легкостью признаться, что этой идеей я вдохновлялся. И вдохновение было взято с нескольких вещей. Во-первых, это Кунь Тепсион. Оно пошло из ГТАшки. Это некоторое сборище мошенников, которые промывают мозги людям и зарабатывают на этом хорошие деньги. К этому прибавим Far Cry 5 с его злодеем и его философией. И к этому всему сериал Проклятая нация, в основе которой был проповедник, который хотел уйти от своего прошлого. И из этой примеси я хотел сделать нечто свое. В какой-то степени даже уникальное, но это всего лишь мысли, даже скорее истории для каких-то плохих ущербных короткометражек. Просто представьте. Америка. Захолустье. Наши дни. Проходит служба в храме. Во главе, казалось бы, обычный священник. Тут влетает слегка избитый и потрепанный боец лет 30 с пушкой в одной бренде в другой руке. Он начинает что-то бурчать. Священник пятится на него и объявляет, что служба окончена. Люди начинают выходить из храма, между собой разговаривая, что происходит. Но далеко не все. В рядах храма затесалось несколько человек, которые не собираются покидать свои места. Они не поменяли лица от испуга, скорее насторожились, готовясь ко всему. Наш ковбой начинает рассказывать, что священник тюхал ему плохую дурь. Тот понимает, что здесь не место для такого разговора. Затыкает ковбоя, после все перебираются в подвал, что так удобно расположился под храмом. По итогу священник заверяет, что он с парнями лишь посредник, между барыгой и покупателем. А тут барыга втюхал им самим дрянь. После чего они садятся на машины, священник берет свой священный пони, его парни прыгают внутрь, кто-то едет с колбоем, и все вместе они отправляются к барыге. Это зарисовка начала истории. Но в Сампе такое реализовать сложно, по нескольким причинам. Есть две стороны медали. С одной, большинство хочет играть роль гангстеров, быть крутыми и иметь контроль над всеми. Но для этого нужны и те, кого будут, скажем так, унижать и доминировать над ними. Чтобы вы понимали, перед роликом я посмотрел все заявки в неофициальные фракции, созданные людьми на разных серверах Даймонда. Большинство из того, что я увидел, это частные агентства, которые организовывают похищения, убивают людей, какие-то коллекторы и тому подобное. Я согласен, что такие роли играть интересно, но как мне кажется, что суть жанра РП заключается в том, чтобы всем было играть интересно. Вот, скажем, вы коллекторы. Но чтобы почувствовать эту роль, вам нужно выбить из кого-то деньги. Вот тут и начинаются проблемы. Чтобы выбить из кого-то деньги, нужен человек, который и будет твоей некой жертвой. А кому интересно играть роль того, кого мучают, унижают и тому подобное. Поэтому, если играть заранее договоренным человеком, то это не то. К тому же, его еще и найти надо. А просто найти парня, который будет готов терпеть твои унижения. Да еще и денег тебе отдаст, ведь многим просто РП от игровок мало. Это сделать очень сложно. И из этого делается вывод, что играть каких-то нелегалов у меня нет большого желания. Из-за того, что тебе нужно доминировать над реальными людьми, которые хоть отыгрывают какую-то роль. И как минимум их нужно найти, а как максимум играть с ними так, чтобы ты показывал свое преимущество, но в то же время делал так, чтобы им было интересно. И я подумал, что в Сампе эта идея секты и нелегалкой будет реализована очень скудно. Например, понравится ли вам сидеть на службах, а мне, если я выступаю в роли проповедника, читать эти службы. Также это разнообразие. Самп, в принципе, как и реальный мир, устроен так, что очень часто действия наши повторяются. Я подумал, что есть несколько концептов. Мы занимаемся перепродажей нарка, устраиваем тайные собрания, обсуждая дела, помогаем каким-то людям или прессуем кого-то. Но на этом, в целом, спектр заканчивается. Можно придумать что-то еще. Но после все это будет повторяться. Просто разные локации, разные предлоги и разные персонажи. Но суть будет оставаться той же. А заниматься РП Фомой, по своему опыту могу сказать, что это нелегко. И если это устраивает, то нужно устраивать так, чтобы это не надоело людям через несколько дней, а хотя бы несколько недель. И лично я хотел бы делать не постановочные РПшки, где ты заранее все обговариваешь со сторонами, а импровизацию. Но из-за такой импровизации очень сложно найти людей в игре. По итогу, я понял, что сам концепт этой идеи хороший. Лично мне так кажется. Но скорее на сюжет об простецкой игры или какой-то короткометражке. А не РПшки в Сампе. Из-за ограниченных возможностей. Если бы в Сампе были НПС, которые могли тебе противостоять, как в одиночной ГТАшке, ты бы мог заранее прописать какой-то сюжет с этими НПС, построить маппинг для своих заданий, согласовать это все с администрацией, а уже после импровизировать в этих действиях, то было бы здорово. Но с тем, что мы имеем сейчас, сыграть идеи, которые есть у меня в голове, очень сложно. И так рушатся очень многие идеи. Например, до этого я хотел замутить Фому Рокеров. Мы бы не занимались криминалом. Максимум это покупка легкой травки и драки в подворотне ночью. А так жили бы у кого-то на хате, тусили в клубах, давали туры, путешествовали в гастролях, травили друг другу байки и жили жизнью этого самого Ротскера. Но что будет в Сампе? Из-за слабо развитой коммуникации, как бы мы пели песни? Просто по биндеру или переписывая текст с телефона в игру? Хотя было бы клево писать свои текста, но это опять же заморочение, хотя их вполне возможно. Но даже если и так, то для этого всего нужна массовка. Люди, которые приходили бы на наши концерты и прочее. А уже после с ними взаимодействовать. Но тут работает тоже правило. Многим интересно будет играть роль какого-нибудь барабанщика рок-группы. Или вокалиста. А кому будет интересно играть человека из толпы? Вот и я о том же. Поэтому у меня есть идеи. Но они не смогут быть реализованы в Сампе так, как это вижу я у себя в голове. По итогу, я пришел к выводу, что пока что РП Фомы не будет. И я не хочу ничего обещать. Так как сложно придумать что-то, от чего бы и в игре спрос был. Вот, например, будем мы играть наемников. Звучит круто, ты вне закона и тому подобное. Но кто будет заказывать какого-то человека? На этой стадии данная идея заканчивается. Я решил, что если я измучу РП Фому, то не буду об этом сообщать изначально. А только тогда, когда уже все продумаю. И если мне придет в голову какая-то идея, которую интересно было бы играть в Сампе. И не так, чтобы на пару дней. А хотя бы на пару-тройку недель. А что касается Фомы на данный момент. В дальнейшем я хочу сделать ее закрытой. Чтобы она считалась недоступной. Но про это ничего рассказывать не буду, чтобы не было никаких ожиданий. И вполне вероятно, что это просто мыслей. И такого никогда не будет. Пока что, и возможно навсегда, я хочу объявить о наборе Фому. Она будет открытой. И попасть в нее будет очень просто. Достаточно просто встретить меня в игре или написать в ВК. Я буду либо инвайтить при случайной встрече в игре, либо через ВК. Если через ВК, то буду назначать определенное время, куда придут все люди. Я всех быстренько инвайтю и всем хорошо. Что же будет Фоме сейчас? Просто общение. Для вступления вам нужно просто играть на Амбере. У меня есть как минимум одна идея, где нужно будет человек 10-20, а то и больше. Чем больше, тем лучше. Я уже пробовал собрать так люди через ВК. Но это очень непросто. А через Фому для этой идеи думаю, что все будет намного легче. Поэтому либо пиши мне при встрече в ОС чат, так как Фома будет пока что нон-рпшный. Либо пиши в ВК вступление. А на этом все. Я поделился всеми мыслями на этот счет. От тебя я хотел бы увидеть лайк и подписку на канал. Большое спасибо тебе за просмотр. На этом все. Всем пока.